Всем привет, это FreeStudio21.com И мне захотелось вернуться к теме Present Continuous Это Present Continuous в роли, когда он описывает временную ситуацию Вообще говоря, это очень интересная его функция Обычно здесь он конкурирует с Present Simple в первую очередь И более того, мы все научены, что Present Simple показывает нам какое-то регулярное, постоянное действие И вроде как для описания каких-то ситуаций, более длительных, если хотите, во времени, нужен Present Simple Но сейчас мы увидим, что это не всегда так Итак, перед нами небольшой диалог Are you from New York? No, I'm from Baltimore Ты из Нью-Йорка? Нет, я из Балтимора So you are visiting someone here? Значит, ты здесь у кого-то в гостях? I'm studying law at New York University Я изучаю право в Нью-Йоркском университете Здесь было бы даже лучше сказать In fact, I'm studying law at New York University На самом деле я изучаю право и все такое У нас по большому счету здесь два конкурента С одной стороны это Present Simple, как, например, здесь Are you from New York? Это Present Simple Ты из Нью-Йорка? Я спрашиваю совершенно общие вещи Ничего конкретного Быть откуда-то, если я родом откуда-то Это обычно говорится Более того, не то, что обычно Так надо говорить всегда это в Present Simple Поскольку, ну, это данность, как говорится Далее второе No, I'm from Baltimore Ну, ответ ясен Здесь тоже Present Simple стоит Это полная аналогия того, что было выше Оно и понятно, ответ на вопрос Далее следующая реплика So you're visiting someone here Итак, ты здесь у кого-то в гостях Если дословно ты кого-то посещаешь И вот здесь начинается Present Continuous Человек услышал только что, что я не из Нью-Йорка Значит, я в данный момент нахожусь в Нью-Йорке В данный момент происходит какое-то действие И логично показать его в Present Continuous А вот ответ на вопрос звучит довольно-таки загадочно I'm studying law Это тоже Present Continuous Но давайте вдумаемся, о чем здесь речь Возможно, эти двое встретились где-то там, ну, я не знаю Там в парке, на вечеринке, в каком-то там общественном месте Или еще в каком-то паблик спейсе И вот общаются между собой И здесь весь изюм в том, что в данный момент я ничего не изучаю Я ничего не читаю, я вообще учебой не занимаюсь И тем не менее, тем не менее, я ставлю здесь Present Continuous То есть это как бы в данный момент Как такое возможно? Почему здесь нельзя поставить Present Simple? Ведь действие это регулярно Я изучаю законодательство, я изучаю право Это занимает какое-то время Я студентка там и так далее, и так далее Почему нельзя поставить Present Simple? Но здесь, друзья мои, действительно нельзя поставить Present Simple Потому что это так называемая временная ситуация Это то, что называется temporary situation Почему она временная? Потому что я не буду всю жизнь учиться в университете Я, возможно, не буду всю жизнь изучать право У меня это просто какой-то период моей жизни Он начался в прошлом, возможно, не так давно И он закончится, и я это понимаю И мой собеседник тоже это понимает, это очевидно И когда у меня такого рода вещь Я в таких случаях ставлю Present Continuous Continuous показывает мне эту временность Если проиллюстрировать это на какой-то шкале времени Такой вот условной Я могу сказать, что я родом из Балтимора И это, как говорится, на всю мою жизнь Это действие более чем постоянное Поэтому I'm from Baltimore Я говорю в Present Simple Я могу здесь еще чего-нибудь о себе добавить Я могу сказать I have a big family У меня большая семья И это тоже будет на всю жизнь Потому что, ну, если семья большая, то она большая Тут никуда не денешься Это тоже более чем постоянно Это регулярно и все такое И это тоже Present Simple Здесь можно еще добавить и сказать еще какое-нибудь Более-менее постоянное действие Которое, как бы, у меня всю жизнь будет продолжаться И оно всегда, и вот чуть ли не с рождения I like fluffy cats Я люблю пушистых котов То есть любая вещь, любая ситуация, любое действие Которое у меня продолжается постоянно, регулярно и так далее И тому подобное Но вот у меня другая ситуация У меня какой-то отрезок времени Скажем, условно говоря, там с 2016 года В 2016 году я поступила в колледж И вот сейчас 2018 год Закончу этот колледж я в 2019 Вот у меня старт Вот у меня финиш А я нахожусь вот в этом промежутке времени Вот я сейчас здесь И для меня это временная ситуация И вот когда у меня такая временная ситуация Мне нужно ставить Present Continuous Почему? Это не будет продолжаться всю жизнь Это когда-нибудь закончится Если мне нужно это показать Я говорю это, что I am studying law Или I am studying at college То есть вот это и есть пример временной ситуации То есть из этого мораль Что Present Continuous Настоящее продолженное время Может описывать не обязательно процесс Прямо в момент разговора Он может также описывать ситуацию Которая вроде бы как сейчас Непосредственно в момент разговора Я этим не занимаюсь Но тем не менее она началась в прошлом Продолжается Будет, вернее, продолжаться До какого-то момента в будущем То есть это какой-то вот период моей жизни Скажем так То есть ключевой момент здесь Что это началось И закончится в обозримом будущем Здесь, например, можно такое сказать Ты умеешь водить машину? Нет, не умею, но я учусь То есть это не значит, что я сейчас нахожусь в автошколе Но это значит, что я в процессе обучения Вот когда у меня вот это в процессе Если хотите Вот я в процессе Вот когда я в процессе обучения В процессе там чего-то еще Какой-то разработки Чего-то там делаю я Вот это Present Continuous Это в каком-то смысле конфликтует С нашим представлением о Present Continuous Как о времени, которое показывает мне Только то, что происходит в момент разговора На самом деле Present Continuous имеет не одну роль Он имеет несколько ролей И это, кстати, одна из его главных ролей Если хотите Именно в таком виде, в такой роли Он очень часто употребляется в жизни Ссылки на упражнения по этой теме Буду ставить в описании видео И в конце этого видео Равно как и ссылка на плейлист по всему Present Continuous И равно как ссылка на скриншот всего того, чего тут нарисовано Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал